И новое исследование завершено, руды. Ну что ж, всем привет, друзья, с вами, как всегда, и весь, и добро пожаловать уже на пятую серию сезона Огонь и Вода. Майнкрафт в прохождении с модами. Вы спросите, чё это за херня, чё ты вообще тут натворил, чё ты сделал? Чё-то, чё-то я помню, вы сейчас видите на своих экранах что-то вот такое, вот, что-то есть. Вы сейчас на своих экранах видели ровно 5 часов, которые ускорены в 10 тысяч раз. Вот эта вот шахта сделана для того, чтобы спавнились мобы. Посмотрите, мы ставим сложность лёгкую, и вот спавнится наш первый моб, который называется какой-то бич, я не знаю, как он называется, как, эээ, не помню, как, как, драк, драк, короче, какой-то моб у нас спавнится, мы его убиваем, нам падает очень большое количество опыта, нам падают вот такие вот повреждённые осколки, и всё у нас замечательно. Так, давайте сейчас мы телепортируемся к себе домой, вы посмотрите, что я накопал в шахте, это тоже уже были, вы видели на записи, накопал вот столько ресурсов. Опа! Нормально, да? Как вам такие количество ресурсов? Очень много количества, очень много алмазов, очень много другой руды, очень много ресурсов, ресурсов, прям слишком много уж получилось, как мне кажется. Также я сходил в ад, накопал огненных стержней, посмотрите, у меня 52 уровень, я апнул одно сердечко. Сегодня в нашей серии мы будем строить реактор, но не обычный реактор, а из мода Big Reactors. Для этого нам необходимо одно ядро реакторного корпуса, старое в скобочках, это очень важно, видимо, и графитовый слиток. Как делается графитовый слиток, спросите вы, а я вам отвечу, мы должны пережарить уголь. Как это ни странно, да? Уголь пережариваем на угле. Есть у нас какие-нибудь в моде печки, которые плавят побыстрее хотя бы, блин, тут печки из мода Industrial Craft, а этот мод пока нам не нужен, мы его будем изучать еще довольно-таки не скоро. Также мы почему-то остановились на нашем моде Таумкрафт, давайте посмотрим, мы хотели сделать себе, если я не ошибаюсь, Таумономикрон. Для этого нам нужны были большое количество вот этих вид кристаллов, давайте возьмем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 видов этих самых кристаллов. Так, тихо-тихо-тихо, руда, руда, ты чё, не надо, 64 алмитра руды, это нам пригодится, обязательно поднимаемся наверх, тут может еще есть какая-нибудь, ага, есть, давайте поднимаемся наверх, сейчас мы посмотрим крафт того самого Таумометра. Давайте поставим все, да, все, все замечательно, есть, у нас хватает, сейчас нам необходимо, давайте посмотрим, как он делается, я уже не помню, не помню, не помню, как он делается, так, не то, это, да, то, 4 золотых слитков и 1 стеклянная панель, 1 стеклянная панель, и это делает довольно-таки легко, где-то у нас даже она есть, если я не ошибаюсь, песок, 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 где-то у нас он есть, давайте посмотрим по сундукам, есть, нет, нету, пока нету, нету, тут тоже нету, нету, у нас, серьезно, у нас нету песка, это как, ладно, сейчас мы решим данную проблему, где-то у нас, пока у нас переплавляется графитовый слиток, кстати, 52 уровень, серьезно, что ли? Куда бы потратить все наши уровни, блин, на ум лезет только зачарование, а почему нет зачарования? Мы сейчас сделаем себе зачаровательный стол, мы сейчас сделаем себе стол, особенный стол, который мы можем редактировать сами, какие хотим чары, также эта сборка обновилась, я добавил себе в сборочку такой мод, который называется худ, добавил в мод big reactors, добавил еще какой-то мод, я уже на самом деле не помню, какие моды я добавлял, но мода 3-4 точно добавил, как минимум, это как очень большой минимум, где-то модов 10 всего я добавил новых каких-нибудь, я уже не помню, какие моды на самом деле, ладно, давайте переплавляем песок, в нижнюю печку мы засовываем уголь и уголь, так, давайте выкинем мусор из инвентаря, это нам не надо, порох нить не надо, кость не надо, стрела не надо, дубовые доски, сколько у нас факелов, так, этого тоже не надо, факелы выкидываем, Незеркварц не надо, пустая схема сражения зуба, кстати, на быстрой записи я сделал манюлиновый молот, который копает 3 на 3, и копает очень быстро, это офигенный молот, это лучший молот, который я только видел, но, также в этом моде есть такой молот, который с автоплавкой и удачей, название говорит само за себя, то есть, если мы нашим молотом ломаем какую-либо руду, она выпадает сразу переплавленной, если наш молот еще зачарен на удачу, то удача сработает, то есть, мы вместо одного слитка получим где-то слитка 3, может быть 4, может быть 1 на самом деле, так, стеклянную панель ставим, золотой слиток где? Золотой слиток снизу, мы давайте возьмем его, о, у нас не переплавлено, серьезно, да, как так, как так, у нас не переплавлено золото, не может быть такого, в принципе, я думаю, золото у нас внизу есть, переделаем их обратно в слитки, так, поднимаемся наверх, сейчас мы сделаем свой первый таумометр, давайте, 1, 2, 3, 4, таумометр готов, все, друзья, посмотрите, какой мы возьмем его в руки, и вот, посмотрите, офигеть, тут есть анимация, офигеть, из этого нельзя узнать ничего нового, вы узнали что-то новое, вы узнали что-то новое, вы узнали что-то новое, вы узнали что-то новое, что и все, вы узнали, узнали, так, а, не, не, посмотрите, мы узнаем, стоп, не, не, я понял, вы посмотрите, мы читаем, ищем, смотрим, и подсказки, видите, новые исследования завершено, Руды, печка, цветы. Уууу, посмотрите, как интересно тут. Так, открываем Таума Немикрон. О, у нас появились руды. Недавно открытое исследование. Существует множество уникальных руд и добываемых блоков. Что полезно для Таума, я должен сделать заметки обо всем, чем я сталкиваюсь. Геноварь – это ртуть. Завершить наблюдение за небесами готово, всё. Мы завершили наше первое исследование и... О-ой. Посмотрите, какой тут ветка. Офигеть. Очень длинный мод, мне кажется, это будет. Так, первые шаги. Завершить. Готово. Что у нас снова получилось? Открытие алхимии. А, это у нас всё, да? Всё, готово. Это нам даже читать не надо. Мои недавние открытия позволили мне по-новому взглянуть на то, как устроен мир. И мне кажется, я знаю, как преобразовывать материю, изменяя её эссенцию. Это потребует экспериментов и чего-то, что может хранить в себя химический субстрат. Постая зелеварка здесь не подойдёт. Мне нужен магический тигель. Котёл подходит по форме и размеру, но то, что по факту представляет собой большую металлическую миску, никогда не сможет удержать магические силы, которым я хочу, как и прежде, манипулировать. Используем ли я Салисмутус? Салисмутус нам опять нужен. Ё-моё, да вы серьёзно? Как он капчится? Редстоун, миска, кремень и вот эти вот самые осколки. Ладно, для этого нам необходимо сделать вот этот вот самый, как он называется, я уже забыл, тигель. Так, уголь, переплавляйся давай обратно. Ага, тигель. Редстоун есть. Так, дерево у нас есть где-нибудь? У нас где-то есть миска даже, если я не боюсь. Нет, миски нету, к сожалению. Блин, серьёзно что ли? У нас должна быть миска. Миска 100% у нас где-то есть. У нас нету миски. У нас даже, похоже, нету дерева. У нас нету дерева. Как? У нас нету дерева, представляете? Ладно, давайте разберём свой дом. Я обещаю, я в следующей серии, где-то серии 2-3, перееду уже в новый дом. Построю его и перееду. Я вам обещаю, по крайней мере, я сам на это надеюсь. Так, кремень, кремень, грави у нас есть. Давайте к грави ломаем алмазной лопатой, которую я скатил. Блин, нет, не повезло. Серьёзно, мне не везёт на кремнии один хотя бы. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы один кремний. Вы серьёзно? Видите? Нету. Нету, 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 нету. Ни одного кремня. Кого? А почему так? Ну это не серьёзно, на самом деле, ни одного кремня. О, всё, один кремень. Замечательно. Подходим к верстаку и делаем себе вот этот самый салис мунтус. Нужна миска и эти самые вот эти вот ричары какие-то там нужны. Без кристаллы, точно. Давайте сейчас их возьмём. Три штуки нам нужно. Один, два. А, мы можем прямо здесь сделать, чё мы тупим? Один, два, три. Ага, редстоун. Обязательно кладём. Хоп. Салис мунтус готов. Всё. Давайте поставим здесь котёл. Для этого мы вот так огораживаем вот так вот, чтобы ничего у нас не загорелось. Потому что я позже вам расскажу, что может случиться и зачем нам это огораживание нужно вообще. Для этого нам нужна лава. А лава у нас находится в кузнице. Ага, есть. Также лава у нас находится в нашем вот этом вот бочонке, который переплавляет. Вот эта печка. А мы можем сделать оловянное ведро? Ооо. Мы можем сделать ведро из олова? Серьёзно, нифига. Вот это вот горно-годно на самом деле интересно, прикольно. Берём лаву сюда в руки наши, берём и отправляемся к нашему тигелю. А нет, к тигелю, к тигелю-то у нас нету. Давайте сейчас возьмём побольше. Опять железо надо. Ё-моё. Где мы возьмём столько железа? У нас очень много железа, но, блин, надо переплавливать. Приплавлять надо это самое железо. Давайте кладём сюда железную руду. Нам хотя бы нужно 7, да, 7? Сколько нам нужно? Я не помню уже. Давайте пока разольём туда ведро лавы. Я надеюсь, у нас ничего не загорится. Очень сильно это надеюсь. Так. Раз, два, три. Есть. Также мы ставим вот сюда вот блок. Кстати, да, друзья, я забыл, я установил мод, который способствует прокачке нашего персонажа. Сейчас я найду кнопку. Где эта самая кнопка? Ай. Нет. Вот, вот кнопка. У нас очень много опыта. Почему бы нам просто-напросто не прокачаться? Что мы можем? Быстрое копание. Не нужно. Давайте вот это вот сделаем побольше, чтобы мы смогли печкой коп... Давай. Посмотрите, с какой у нас улетела. Жесть. Очень много уровня у нас улетело. Ну ладно, это не страшно. Так, что нам ещё нужно? Ага. Атака отмечаю. Обязательно. Я не знаю, совместимо ли это с другими модами. По типу тинкера. Тоже. Того же самого. Но фиг его знает. Ау. Вы посмотрите, как быстро плавит. Замечательно. Всё. Очень круто, на самом деле. Так, тигель мы делаем. Тигель. Котёл. Котёл сначала мы делаем. Отправляемся наверх. Сейчас будет магия, чуваки. Опять магия. За это надо поставить лайк обязательно. Обязательно. Котёл мы ставим вот сюда. Раз. Два. Три. Всё. Готово. Посмотрите, что мы сделали. Мы сделали тигель. Поставили. Теперь он будет греть воду. Да. Всё. Интересно, да? Нет. Нам нужна вода. Так. Воду мы льём вот сюда вот. И посмотрите. Она сейчас закипит. Посмотрите. Посмотрите. Сейчас пойдут пузырьки. Это будет обозначать то, что она закипела. Вот. Она закипела. Всё. Давайте. Тау. Мономикон открываем. Нажимаем. Завершить. Так. Всё. Вот это вот готово. Готово. У меня есть тигель. Теперь мне нужно что-нибудь, с чем можно поэкспериментировать. И так сложилось, что у меня есть для этого идеальный предмет. Я провёл множество вечеров и изучений в травматургии. И мерцающий свет факела не лучший вариант для чтения. Неугасающий магический свет это то, что мне нужно сейчас. Цветокамень. Нам необходим жёлтый нитр. У нас есть светокамень? У нас нету похожей светокамня. Серьёзно, что ли? У нас нету светокамня? Что? Как? Что? 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 То, что необходимо открыть. Доберитесь для глубочайших недр этого мира. Это, похоже, бедрок. Побывайте на вершинах самых высоких гор, которые вы сможете только найти. Вон, самая высокая гора. Достаточно? У меня тут есть где-то гора какая-то. Давайте. Вот эта гора, да? Да, это гора. Телепортироваться. Ой. Это не гора. Это не гора. Это нам не на... А, это просто не погрузилось. Ладно, я понял. Давайте прогрузим тут всё. Куда, куда, где горы, горы, горы. Вот, вот, давайте сюда телепортируем. Кстати, я когда бегал, нашёл тут вот такую вот фигню из слизи. Это из мода Тинкер Констракт. Нет! Опасно. Успели? Ай, не успели. Блин, ладно. К сожалению, мы не успели. Так, я не понял, что это значит, но у нас есть тут спаммер павуков. И также у нас тут упал метеорит 2. Даже метеорита вот 1 и 2. Давайте отправимся к ним. Вот он, первый метеорит. Мы его разрушаем. Это небесный камень. Если что, это из мода Applied Energistics. С помощью этого мода мы сможем сделать себе такой сундук. Такой сундук огромный мы сможем сделать. Бесконечный сундук даже, если мы захотим, конечно. Это будет очень трудно, но мы сможем. Тут где-то есть сундук, но вроде бы следующий этап будет сундук. Небесный камень. Нет, сундука пока нет. Я думаю, дальше будет сундук уже. Давай, 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 копай быстрее. Давай, 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 давай. Небесный... А, вот сундук, сундук из небесного камня. Инженерный пресс для высекателя. Всё, мы его подбираем. Для чего он нужен? Ой, это я вам расскажу намного позже. Пока это нам не имеет смысла даже думать об этом. Потому что это далеко не для нас. Это ещё не скоро мы будем изучать это. Пока копаем нашу кирку, этот самый небесный камень. Блин, копается он довольно-таки долго. Сустрой сундук мы открываем целых три схемы для высекателя. Кремниевый, логический, инженерный. Замечательно. Это очень хорошо на самом деле. Так, давайте поставим прям вот здесь. А вот сюда телепортируемся, чтобы долго не бегать, чтобы долго фигнёй не страдать. А, это дюб? А, нет, это не... А, кристаллы у меня тратятся. Но кремнии и миска не тратятся. Это, наверное, так и должно быть, я надеюсь. Я надеюсь, я ничего не дюбал на самом деле. Так вот. Побывайте на вершинах самых высоких гор, которые сможете найти. Ага, это выполнено. Стоп. Ну, сейчас мы идём вот сюда вот. Телепортируемся. Давайте возьмём таумометр. Идём. Ага. Есть! Изучили! Всё, замечательно. Так, давайте вот этой. А давайте поставим сложность сложную. Сейчас заспавнятся всякие разные мобы, и мы попробуем их изучить. Нет, давайте мобы из Divine RPG. Не надо мне моды из ванильного майнкарта. Вот они, два моба. Из этого нельзя узнать ничего нового. Нет, не могу. Ладно, понял, понял. Не надо меня бить. Факел. Realmeet. О, зомби, смогли изучить. Замечательно. Тоже не смогли. Убегаем. Страшно. Спокойно. Так, всё. Завершить. Готово. Теперь нужна перчатка заклинателя. Виз. Резонатор. Что? Ничего не понятно. Но ладно, вернёмся мы к этому немного попозже. Давайте всё складём в сундук. Нас заждался уже уголь, который переплавился в уголь. Как-то не странно бы звучало так. Всё это мы собираем. Собираем вот здесь. А вот у нас переплавился стекло и уголь. Так, давайте побольше углячек переплавим. Так как мне кажется, что-то вообще надо будет очень много угля. Вот что-то мне подсказывает. Вот это не знаю. Но что-то мне подсказывает. В этой серии мы уже продвинулись довольно-таки неплохо. Я думаю, в следующей серии мы уже начнём строить свой первый реактор. Или начнём делать что-нибудь интересное. А на этом мы будем понемножечку заканчивать. С вами был, как всегда, я, Виза. И вот это вот цветок. Всем удачи. Всем пока.